Сегодня у Гомеля обмерковывали пытания работы агропромыслового комплекса. Поделиться думками запросили у дельников проекта «Школа молодого керавника». А прочатого кандидаты на директорские посады сельско-господарческих организаций наведали предприемства, которые имеют непосредное дочинение до деятельности Галины. Выниками семинара употекавился Олег Сент-Серову. Об этом предприемстве ведают все у дельники проекта «Школа молодого керавника», но непосредственно за его деятельностью не знаем практически никто. Сегодня Гомский кабинет хлебопродуктов, прямая зерне, мыли с 200 господарных девяти районов в области. В 2016-м тут завершили масштабную реконструкцию млына, что дозволило значительно повысить якость продукции. Технология в творчестве муки, которая теперь выкористовывается на кабинете, лечится лучше в Европе, что, между тем, не выключая необходимости постоянного контроля за процессом. Деючая система мониторинга в уголь, выключая мощность поставок на элеватор неякостной саравины, причем тычется это, как наявность шкодных примесей, так и перевышение нормативу радиоцинного заборудживания. Предприятие обеспечивает своевременный контроль. Каждую поступающую машину проверяем на содержание цезия, а хозяйства, которые были подвержены радиационному загрязнению и содержанием земли больше пяти кюрей, мы делаем еще на стронцей. Превышений не было зафиксировано, все в пределах нормы. У акционерного товариства «Гомсеймаш» за командировок представников сельскохосподарших организаций давно привыкли. Уже некольких годов тут навык и снове практика научения комбайнеров, которые на протягу ты дня непосредственно на конвейере получают особливости зерни и кормонарктовщих машин. За увлеком удосконаливания и сновичных моделей и заявления новых, это соправдимая эссенция, как и проведение экскурсий для будущих керевников господарок. Очень интересно с такой категорией работать по одной причине. Люди заинтересованы, они задают конкретные вопросы. И могу сказать, что эффект и положительные моменты этих встреч, они всегда двусторонние. Потому что люди задают конкретные вопросы, быть может, которые мы сходу и могли не увидеть. Поэтому полезно пообщаться. Подчас наведывания постоянно действующей выставы, а быяковом, звучайно, не застаётся никто. У экспозиции и самый первый белорусский самоходный комбайн, и опошние модели. Для слухачев школы молодого керевника удокладняется. Сегодня на Гомсеймаши вырабляются комбайны, которые издольны выконовать любые виды уборочных работ. Суперкомбайн КЗС-2124. Машина, которая в полной ступени опередила свой час, может проразвать на палетках с урожайностью до 140 центов гектара. На Гомсине, правда, таких палеток пока нема, на даденый момент выраблено 5 таких машин. А причастное знамение с участными гомельскими творчествами удел у практичных семинара для кандидатов на директорские посады сельскохисподарских организаций еще и махтимость обменяться в опыты. Тем больше, что у Гомеля собрались специалисты из всех районов в области. Еще один плюс – больше тесное особистое знакомство. У недалёкой перспективы они повинны стать одной командой, какой придется працовать у сельскохисподарцем. Расширяется круг знакомств среди своих коллег. Здесь часто поднимаются вопросы, которые иногда в силу того, что мы ограничены в своем производстве, мы о них не знаем. Здесь поднимаются специфические вопросы и в области животноводства, и растеневодства, и экономики поднимаются. Поэтому улучшается, конечно, багаж знаний. Олег Синчаров, Водерега Панько, Телерадо, компания «Гомель».